Меня зовут Рыбышевский Станислав Владимирович и сегодня я расскажу про то кто такие дети как они такие получились и как они вообще думают и почему собственно мы думаем так а не иначе ну вообще для начала есть такое большое большое понятие детства есть даже более того понятие антогенеза антогенез это индивидуальное развитие человека от зачетия до смерти ну если не брать вот совсем далекие какие-то времена то выделяется понятное дело всякий внутриутробный этап когда ребенок еще не родился и внеутробный этап когда он собственно уже родился понятно что границы довольно условные это как бы очевидно я думаю потому что вдруг что-то не происходит в отличие от сказок не бывает такого что там пробило полночь и там тыква превратилась карету или наоборот ну вот и что-то такое случилось и более того все эти границы они индивидуальны и по разным параметрам человек взрослеет как бы сильно не одинаково то есть есть допустим зубной возраст скелетный возраст половой возраст гормональный возраст там еще какой-нибудь там линейный возраст вот но учитывая все эти как бы слова есть следующая значит новорожденность первые 10 дней примерно жизни новорожденный ребенок совсем понятное дело беспомощный и по первоначалу даже частенько уменьшается в размерах не линейных а по массе потому что он питается молозивом оно не то чтобы сильно питательное и ребенок может даже немножко уменьшаться но это первые 10 дней даже в общем-то не особо считается дальше до следующего года жизни так называемый грудной возраст когда ребенок пытается уже нормальным молоком со страшной силой растет прямо с очень большим ускорением ну и в течение первого года жизни проходит в общем большее строго ря развития чем за всю оставшуюся жизнь то есть он начинает сначала там сидеть потом стоять под конец уже там даже и ходить у него формируются поясничные лордозы начале шейный потом поясничный ну чтобы опять же позвоночник был нормальный в шесть месяцев примерно обычно я в среднем прорезаются первые молочные зубы но хотя тоже там бывает так что ребенок рождается уже зубами бывает так что там в два года только начинает прорезываться но в среднем где-то шесть месяцев а самое то главное что в это время ребенок начинает познавать мир причем он действует как ну такое как бы одностороннее приемное устройство то есть он мир познает а в обратную сторону выдает очень мало ну то есть он как бы внешне проявляет очень немного видов деятельности он может орать гадить кормиться но иногда слава богу спит еще вот и в принципе визуально вроде бы ничего другого особо и не делает но в реальности в голову у него запихивается информация больше чем за всю оставшуюся жизнь но нам может казаться что во взрослом виде мы познаем что-то такое невероятно сложное но вообще-то даже ходить надо учиться у нас нету врожденного хождения но всякие дети маугли тому примером говорить хотя понятно что в грудном возрасте до года ребенок еще не говорит могу агу в лучшем случае что-нибудь такое ну там детская речь так называемая но тем не менее если в эти критические моменты вот этот первый такой чувствительный период ребенок не будет слышать человеческую речь то он не научится и в последующем опять же дети маугли тому печальным примером являются и в голове все должно заложиться поведение в основном подражательное вполне такое обезьянская то есть ребенок что-то видит и более-менее что-то подражает ну и где-то опять же там с трех шести месяцев появляются призывающие жесты когда ребенок может ручки протягивать и что интересно в это же время примерно появляются указующие жесты но до этого еще доберемся это может даже еще и важнее в последующем стало быть раннее детство следующие пару лет с года до трех когда рост немножечко замедляется уже помедленнее идет ну хотя медленно это на фоне предыдущего этапа а все равно как бы на фоне всей остальной жизни со страшной скоростью первые молочные зубы то бишь прорезаются окончательно и как бы вроде бы он уже такой уже сформированный человек в это время ребенок начинает узнавать картинки а это уже абстрактное мышление на самом деле он начинает фантазировать что-то такое придумывает очень склонен одушевлять всяческие предметы и для него весь мир живой и выбирает какой-то объект привязанности ну чаще всего это мама понятное дело очевидным образом вот но может быть не обязательно то есть это конечно никак у каких-нибудь там кос импринтинг или там у каких-нибудь там мы не знаю голубей гусей когда чего увидел то и мама да там хоть пенек там ему покажи ну чтоб мало-мальски похоже на живое было но у ребенка тоже что-то подобное совершается причем в отличие от опять же тех же там птиц каких-нибудь или там примитивных млекопитающих здесь этот объект привязанности может в общем-то и поменяться то есть память еще не прочная поэтому ребенок в принципе может забыть родителя но если его там допустим отлучить там куда-нибудь перевести вот и выбрать другой объект ну а самое главное что в это время ребенок в голове создает понятие я и у него возникает речь что показывает что речь и мышление строго говоря практически синонимы то есть вот в тот момент когда появляется нормальная речь но обычно где-то там полутора-двум годам что-то более-менее он уже говорит многие родители там уже утверждают что там и в шесть месяцев мой ребенок заговорил и более того родители искренне считают что они понимают что говорит ребенок вот но в реальности это могу агу будет вот но в реальности где-то там вот годом годом к двум примерно начинает более-менее нормально говорить и в это же время мыслить вот но как я уже сказал мыслить крайне примитивно и по большому счету на этот момент ребенок по интеллекту находится на уровне шимпанзе ну и наверное так из общих соображений какой-то мастерал петека ну что характерный размер мозга примерно соответствует что показывает что ну такая эволюционная связь размера мозга да и всех антагенетических там преобразований поведения и морфологии в общем правда работает более-менее то есть вот если вы хотите пообщаться с шимпанзе пообщаетесь с двухлетним ребенком ну там от полутора до двух лет примерно ну к трем годам он уже чуть более как бы такой взрослый и от четырех до семи лет это так называемое первое детство в это время может фиксироваться так называемый первый ростовой скачок или он же пред ростовой скачок когда ребенок немножечко ускоряется снова в росте вот но может быть может не быть однако же в принципе чаще это есть и что характерно это отличие человека от обезьян у павианов или там те же шимпанзе этого предростового скачка нет там рост идет более-менее линейно как бы выходит на некое плато и как бы все а у человека есть вот эти рывки и потом еще нормальный ростовой скачок то есть это такая фишка сугубо человеческая само быть в конце этого периода ну где-то там годам шести-семи появляется такой более-менее выраженный половой деморфизм понятно что при рождении мальчики и девочки тоже хоть как там отличаются да но по крайней мере здесь еще кроме таких чисто внешних различий появляется половая идентификация то есть мальчики и девочки себя определяют как мальчики и девочки если вот допустим в раннем детстве там трехлетний ребенок даже когда он говорит ему в принципе пофигу ну допустим он там на детской площадке играет играет он с мальчиками с девочками ему честно говоря все равно вот а здесь уже не все равно мальчики с мальчиками как правило девочки с девочками вот и они себя определяют ну шести лет начинают резаться постоянные зубы это так как бы морфологическая вещь а в поведении появляется наглядное символическое мышление причем она наглядно символическая но не абстрактная это важно поэтому когда детишек отдают в школу учиться там 6 лет некоторые одаренные там 5 умудряются отдавать это не очень хорошо потому что ребенок не усидчивый он не может долго упорно учить что-то там одно а он постигает все вот чисто эмоционально через там лимбическую фактически систему то есть что-то ему понравилось он понял запомнил отчет не понравилось ну тоже запомнил она не понял и в общем постоянно регулярно методично что-то постигать он в общем-то не способен но зато осваивает пространство и время это весьма любопытно потому что до этого момента таких представлений нету ну в силу как бы убогости опыта и недостатка жизненного для маленького ребенка вот допустим там трехлетнего даже четырехлетнего понятие давно недавно скоро будет там близко далеко это вообще абстрактные вещи если маленькому ребенку сказать что не знаю мы завтра пойдем в зоопарк он будет каждые пять минут спрашивать когда же мы пойдем в зоопарк вот еще хуже если вы там пойдете не завтра там через три дня потому что считать он банально не умеет и там один день три дня там два часа для него все это одно и то же если ему сказать мы пойдем не знаю там в соседний магазин или там в африку гулять ему тоже все равно что он не знает что такое африка где она находится и там карту бесполезно показывать глобусом совершенно никак не работает для него расстояние не существует тем более вообще на руках часто носят в коляске возят а вот где-то с этих там четырех шести семи лет уже что-то более-менее появляется в этом смысле ну хотя у многих людей и во взрослом виде тоже не очень то это честно говоря формируется будем честны ну и самое тоже важное что появляются основы этики группового поведения ребенок начинает понимать что такое хорошо и что такое плохо опять же до этого но тоже как бы его конечно учат и что-то ему там объясняют вот но тут он уже начинает соотносить себя с поведением других то есть проецировать свои какие-то потребности там желание прочее на других людей ну и других на себя стало быть что вообще важно это такая высшая степень абстрактности честно говоря опять же далеко не у всех это формируется это взрослого вида надо сказать вот ну нормальных людей живущих нормальном обществе такие формируются и можно сказать что вот там не бей другого ребенка лопаткой по голове в песочнице да потому что вот а подумай вот если бы тебя стукнули по головке вот тебе же было бы больно и плохо ну вот и нормальный ребенок согласиться и стучать никого больше не будет но другое дело что для этого должны быть адекватные родители рядышком которые это будут делать не всегда тоже адекватные родители бывают она еще наоборот говорят молодец давай там вот ну так что тут ребенок становится уже не эгоистом как было до сих пор вот а все-таки уже социальным существом это следующая степень человечности на самом деле то есть это уровень ну примерно какой-то там homo habilis или там пятикантропа что-то вот из этой серии примерно но опять же и по развитию мозга примерно соответствует ну я там до килограмма мозги дорастают дальше второе детство в это время уже начинаются довольно заметное различие развития мальчиков и девочек девочки развиваются в среднем на год быстрее и раньше мальчики чуть-чуть попозже ну и начинаются гормональные перестройки в организме поначалу еще такие слабенькие как бы не сильно значительные но чем дальше тем больше развиваются стало быть вторичные половые признаки ну вернее начинают формироваться понятно что там нормально сформируется еще там через несколько лет но начинают крайне мере активируется снова ростовой процесс так называемый ростовой скачок когда вдруг неожиданно детишки вырастают на голову как правило но чаще всего это там летом происходит когда много ультрафиолетта витаминчик d там все прекрасное и детишки уходят на каникулы еще маленькими до в сентябре там приходят здоровенные ну индивидуально это может произойти в разное время на самом деле и она и между поколениями меня между популяциями меняются но тем не менее где-то в этом укладывается в общем-то ну по крайней мере начинается самый ростовой скачок заканчивается он еще там следующих этапов прорезаются окончательно к 12 годам как правило постоянные зубы ну кроме третьего маляра зуба мудрости который в принципе может нам когда угодно прорезаться можно никогда не прорезаться и самое то важное в поведении происходит переход к логически оперативному мышлению когда ребенок может уже сознательно постигать информацию и становится маломальски усидчивый то есть не воспринимает все сугубо эмоционально что хочу не хочу да и там три минуты он хочет а потом уже отвлекся и все уже потом не привлечешь внимание ну как у шимпанзе а здесь уже можно ему сказать что вот сиди и читай вот этих пасих ну хотя бы там пять строчек он способен прочитать на этом два абзаца каких-нибудь ну а к 11 12 годам и подавно другое дело что да как образуется внимание произвольная память он может целенаправленно что-то запоминать но не всегда хочет это запоминать и в следующем подростковом возрасте и подавно потому что эти самые гормональные перестройки становятся все более и более активными и у детишек булькают гормоны как бы да стало быть им не сильно хочется учиться они могут и мозг в принципе уже развит но не особо то им это надо поэтому для учителей школьных возраст вот примерно такой да подростковый там условные там 3 14 15 лет самый ужасный ну какой там не знаю 7 8 класс там 6 это вообще ужас просто полный с ними ничего сделать невозможно вот мы бывают отдельные личности там и которые адекватные до большинство не очень адекватные ну и принципе надо сказать что для человека это нормально то есть обычно я все начинают там переживать вот там значит подростки буянин что-то дичь какую-то творят но вообще мы эволюционировали не для того чтобы сидеть в школе за партой сложившие ручки и читать параграфы и запоминать что такое конкретное вот а мы эволюционировали для того чтобы бегать по саванне соваться во все щели искать каких-то там этих туховых жирафов да собирать какой там дребедень земли и всем дико интересоваться ну собственно подростки этим активно и занимаются вот обычно родители но особо таки заботливые пытаются это дело как-то зарегулировать что типа туда не ходи из гаражей не прыгает а там еще очень такое вот подростки это делают потому что это наше биологическое свойство такое делать ну в естественной среде это сопровождается активным естественным отбором надо сказать поэтому собственно родители не хотят чтобы детишки такое творили ну потому что как бы естественно отбор он через смертность в том числе происходит вот но подростков не остановить ну и собственно происходит этой самой гормональной перестройки пубертатный спорт активнейший этот рост в длину половое созревание продолжается на самом деле тут немножко раньше начинается здесь активно идет ну и уже ребенок подросток да он может словесно выразить абстрактное мышление то есть если до этого но принципе абстрактное понятие в голове есть но сформулировать четкую внятную мысль подробно ребенок от более ранее дал он как правило не сильно то может ну как в алисе этом нарисуйте там бесконечность да и множество там чего нарисовал вот а здесь уже может на самом деле это уже прямо уровень сапиенса получается вот такого немножко диковатого сапиенса но связи с этими гормональными перестройками то есть это уровень какой-то мне знаю раннего верхнего палеолита или там неандертальца когда вот вдруг у меня какое-то желание появилось что-то я сделал да но могу уже какое-то там искусство даже творить и что-то вот такое абстрактно мыслить но другое дело что жизнь нового опыта еще пока мясо не богата и выражать все это можно но опыта нету не хватает и взаимосвязи в голове еще недостаточно но тем не менее интеллектуально активно развивается а вот стабильности никакой нету не личной не эмоциональной потому что опять же гормоны и получается что такое как бы перемешку и у кого как получается но в качестве утешения родителей у кого подростки ну вот у меня допустим дочь как раз в этом возрасте сейчас да да и сыночек в принципе тоже туда же попадает то утешение можно сказать что каких-то внятных четких корреляций между поведением и успехами подростка в этом возрасте и во взрослой жизни нету практически никаких это много раз исследовали то есть если подросток там не на пятнадцатилетний условно творит какую-то дичь это не знаете что он будет куть там маньяк там отморозок еще еще такое вот это значит что сейчас он такой вот через еще там годика три может быть все и устаканится но может быть и нет но воспитывать тем не менее надо вот это не оправдание ну и собственно дальше юношеский возраст тоже где-то там с годом разницы в интервале времени рост наконец-то завершается плюс минус обычно к 18 годам ну опять же там по разным параметрам по разному но длин линейный рост по крайней мере в длину завершается вот ширину не завершается в ширину в принципе можно расти сколько влезть потом всю жизнь стабилизация личности происходит уж и гормональной перестройки оканчивается возникает самоопределение окончательное и мировоззрение ну потому что наконец-то мозг дорос до более-менее конечного размера ну еще там немножко он может расти там до 25 лет примерно но уже там не принципиально там мизерные какие-то различия принципе уже окончательные размеры мозга тоже жизненный опыт еще и не так уж прям богатая но по крайней мере уже больше там на года три до чем до этого было и человек в это время как бы соображает что он вообще в жизни хочет и у него максимальные способности фактически в этом возрасте ну равно как и в следующем первом зрелом возрасте когда все уже сформировалась окончательно разрушаться еще не начало но вот уже в следующих возрастах там уже потихоньку что-то начинает отсыхать и собственно поэтому вот такой вот юношеский возраст это средний возраст жизни средняя продолжительность жизни для человека гидельбергского например мы как бы предназначены столько жить этот самый оптимальный возраст ну и из-за этого же кстати говоря у современного человека в этом возрасте наименьшая смертность все детские проблемы уже преодолены взрослые еще не начались это как бы прекрасно быть юношеским возрастом вот ну а первый зрелый возраст это средняя продолжительность жизни для каких-нибудь там неандертальцев и ранних кроманьонцев в принципе да и по большому счету и там вплоть до начала 20 века то есть это наша самая вот оптимальная как бы жизнь и надо сказать я вот по себе знаю что именно в этом возрасте я достиг самых великих успехов вот как раз там плюс минус там 20 копейками лет да написал там диплом поэтому кандидатскую защитил создал всякие там базы данных на которых до сих пор и паразитирую ну и кстати говоря вот это вот презентация была где-то тоже в этом возрасте общем-то и создана но часть ее по крайней мере да вот эти картиночки где-то там взял и с тех пор ну как бы вроде ничего другого уже не надо все как бы хорошо стабильно но другое дело что в последующем стабильность потихонечку как бы падает разрушается но уже в виде таких старческих процессов мы не предназначены жить больше 40 строк говоря то есть как бы мы можем это делать но не предназначены ну а последующие возраста понятно там есть и другие да там второй зрелый возраст там пожилой старческие долгожители но это уже из другой серии это уже не про детей а собственно возвращаясь к развитию нашей нервной системы наша нервная система развивается в виде нервной трубки исходно то есть буквальном смысле это трубка замкнутая ну вначале даже не замкнутая потом замокается внутри нее спинномозговая жидкость которая производная крови строго говоря плазма крови и получается что нервная ткань питается как снаружи через кровь так и изнутри через эту спинномозговую жидкость нервная трубка на переднем конце эмбриончика загибается крючочком пережимается перетяжечками между перетяжками формируются мозговые пузыри и к моменту рождения вот уж наверху справа уже мозг морфологически такой же как у взрослого человека но размером небольшой ну грамм пятьсот среднем у новорожденного то есть это примерно как у гориллы или там большого шимпанзе ну очень большого или там самого самого здоровенного австралопитека ну а у взрослого человека в среднем 1350 так для сравнения крайне показательно что разные системы организма развиваются с неодинаковыми скоростями неравномерно и нервная система она раньше всех начинает формироваться и позже всех завершает формироваться это крайне любопытное то есть наглядная иллюстрация тезиса век живи век учись даже если посмотреть там другие системы да там кровеносную там и прочее нервная система развивается бодрее всех это существенное потому что развитие нервной системы это наше вида специфическая ну там рода семейство специфическая особенность ну понятно что все остальные вспомогательные системы тоже нужны чтобы мозги нормально работали нужно питание дыхание там выделение и все такое прочее вот но нервная система делается как бы раньше и лучше и дольше ну потому что еще к тому же она сложнее всего ну и это крайне показательно потому что вообще в принципе в антогенезе то есть индивидуальном развитии есть такое универсальное правило что чем важнее система тем собственно раньше она будет формироваться ну какой там опорно-двигательный аппарат да он пригодится уже нам после рождения строго говоря поэтому он и доделывается там где-то там потом уже так между делом вот или там какая-нибудь система слуха там до обоняния тоже в принципе не так уж прямо она и нужна по началу по крайней мере а вот нервная система нужна ну потому что ее сложно как бы формировать и когда она формируется самое-то главное даже не внешний размер а внутренние структуры формирование нейронных сетей которая начинает образовываться еще до рождения человека а не заканчивается в общем-то и никогда вот в данный конкретный момент вы развиваете себе нейронные сети то есть мозгов у вас чисто физически больше не станет потому что ну черепушка у вас не распухнет как бы уже ну вот а нейронные сети сложнее станут на каждом нейроне есть дендриты отростки ну и плюс аксоны да проводящие вот эти веточки которые тоже вообще-то как бы еще ветвятся а количество нейронов в течении жизни строго ряду уменьшается но нервные клетки даже немножко делятся но там в гиппокампе где-то в обонятельном мозге это в общем так не важно даже а большая часть нейронов помирает вообще то то есть у нас количество нервных клеток в среднем только уменьшается а сложность увеличивается потому что у одного нейрона может быть немножко дендритов этих самых аксонов ну аксон там 1 но веток много а может быть очень много но здесь наглядная картиночка срезы мозга в год и три месяца и в два года. Ну и разница какие-то там несчастные месяцы, да, а уже видно насколько плотнее стало. То есть это в два года такая сетка, а в большем возрасте, понятно, намного-намного больше. И есть, понятно, некий врожденный предел, насколько это может быть меньше или больше, но внутри этого предела, а он грандиозный на самом деле, изменчивость зависит от того, как вы себя ведете. То есть вот вы сюда пришли, напряглись, да, и постигаете, надеюсь, что-то узнаете новое, количество этих самых дендритов у вас становится больше, а в последующем, что приятно, эти самые усложненные дендриты можно использовать для какой-то другой цели. Ну, там, для того, чтобы, не знаю, строить дома, водить машину, рассчитывать там финансы и еще что-нибудь такое, там, налоговую декларацию какую-нибудь подавать, там, все что угодно. И это очень здорово. У нас мозг не специализированный. Он не занимается чем-то только одним, ну, там есть участки, которые специализированные, но таких немного. Вот. А в целом, мозг как бы универсальный. Это его прямо такая особенная фишечка. И чем больше информации поступает в детстве, тем лучше. Поэтому, собственно, важно еще в очень раннем детстве, когда, как я уже говорил, ребенок наружу-то вроде ничего не выдает, как бы, да, эффектов никаких. Вот. Но, тем не менее, нагружайте его всяческой информацией, чтобы у него вот эти вот сети сформировались. Они чем раньше, тем активнее формируются, ну, хотя и всю жизнь, а чем позже, тем пассивнее формируются. Вот. Но вот, по-хорошему, вы эти лекции должны быть слушать не сейчас, а в возрасте, там, не знаю, пяти лет. Ну, тогда бы было лучше. Ну, надеюсь, пять лет вы тоже, в общем, не скучали. Вот. И что-то там развивали. Ну, судя по тому, что здесь все-таки появились. Но, тем не менее, никогда не поздно учиться, и можно развивать. Ну, более того, нагрузка этих самых нейронных сетей гарантирует их стабильность. И показано, что чем больше интеллектуальными какими-то делами человек занимается, тем меньше вероятность всяческих уже отклонений нервных в позднем возрасте. Ну, вот буквально только что была статья, там, на этой, на прошлой смысле недели, да, сейчас понедельник, что, дескать, регулярное прочитывание, там, всяких статей в интернете, посещение интернета снижает риск старческого слабоумия. Вот. Ну, и дело, там, не в интернете, как таковом, да, а просто человек получает разнородную информацию. Ну, тем более, что именно в интернете, как правило, человек не зацикливается на чем-то одном, вот, а прыгает, там, с темы на тему бесконечно, и мозг прямо работает, работает, работает. Вот. Ну, для зрения, может, не очень полезно, а для мозга полезно. Поэтому не бойтесь интернета. Иногда, там, пугаешь, ай-яй-яй, там, вот, все в интернете сидят, ничего другого не делают, там, да, детишки все уткнулись в телефоны. На самом деле, может быть, не так уж это прямо и ужасно. Ну, то есть, конечно, как альтернатива, можно бегать по степям, да, и, там, гонять бизонов каких-нибудь, но где взять бизонов уже, вот, ну, и бывает фатально. А в интернете безопасно более-менее. Вот. Так что, может быть, не так современная цивилизация и плоха, как иногда это кажется. Ну, по крайней мере, остальческого слабоумия может избавить и то, как это формируется, можно посмотреть экспериментально и посмотреть в размере. Ну, вот, вес головного мозга, например, как я уже упоминал, начинает очень бодро расти с момента рождения. Ну, прям, график, как видите, по вертикали идет и прям растет, растет, растет. А годам-то где-то, условно, там, к 18, 20, 25 стабилизируется, после чего лет, так, до 50, там, около того, ничего особо, вроде бы, внешне не меняется. Ну, чисто визуально, да, потому что эти кости свода черепа уже начинают срастаться и, как бы, увеличиваться череп сам по себе не может, а структура может меняться, вот то, что я говорил про нервные сети. После чего годов, так, с 50-55 начинают уменьшаться примерно на 30 грамм следующие каждые 10 лет. Ну, если вы проживете, дай бог, там, до 120 лет, ну, можете посчитать, насколько мозги усохнут. И они могут довольно существенно, на самом деле, усохнуть. Там, грамм на 100 легко, ну, там, если до 100 лет дожить, допустим, ну, а то и даже и побольше может усохнуть. Но, чудесным образом, функционал от этого может и не упасть, в зависимости от того, какой функционал был до того, как эти мозги начали уменьшаться. Если человек свои мозги активно использует в детстве и вот в каком-то там молодом возрасте, то даже существенное уменьшение массы мозга в старости никак особо не сказывается на работоспособности. А ежели человек в детстве нифига не использовал свои мозги, то даже небольшое уменьшение размеров мозга резко сказывается на способностях. Ну, потому что дело, ну, как бы не в граммах, понятное дело, а вот в этих самых синопсах количестве вот этих самых дендритов и аксонов связей. А это количество меняется для одного нейрона от единицы до 10 тысяч примерно. Ну, там никто точно не считал, понятно, там раз, два, три, там 10 тысяч. Но теоретически один нейрон может связаться с одним другим нейроном, хотя, честно, я таких не знаю, но, наверное, где-то есть. А может связаться с 10 тысячами других нейронов. И вот это вот количество, да, этот разброс там в четыре порядка, это наше обучение, строго говоря. Это вот насколько мы можем это реализовать. Ну, учитывая, что в мозгах 86 миллиардов нейронов, ну, если вы 86 миллиардов возведете в 10-тысячную степень, то это получается такое количество потенциальных связей, ну, которое реализоваться физически не может вообще. Потому что, как умные люди уже посчитали, это больше, чем количество атомов во Вселенной, видимой. То есть у вас материала не хватит, чтобы столько связей организовать. Вот, но стремиться к этому можно, по крайней мере. И там, ну, до аноосферы, да, или там до конца ляриса вы, конечно, не дорастете. Вот, но в пределах своей вот этой черепной коробки, там, этих своих там тысяч грамм мозга, в принципе, можно реализовать довольно-таки много. Ну, а потом, когда мозги будут усыхать, ну, может, не так уж и беда. Там скорость, конечно, работоспособности будет поменьше, все-таки. Ну, и обычно пожилые люди, они там притормаживают, вот, но соображают не хуже. Ну, если они в детстве думали нормально. Ну, а это зависит от того, как в детстве думали. Ну, и чему, примером, сравнение людей разных профессий. Чем более интеллектуальная профессия, тем меньше вероятность старческого слабоумия. Ну, допустим, среди университетских профессоров малое количество старческого слабоумия. Тоже никто не гарантирован, понятное дело, прецеденты бывают регулярно, но все-таки сильно меньше. Ну, а если, я не знаю, там сидеть каким-нибудь там сторожем, там где-нибудь, да, охранником и ничего вообще не думать, ну, и не пытаться даже. Причем, охранник может интеллектуально развиваться, но часто не хочет. Ну, вот, а зачем? Ну, и если вот так сидеть, там, не знаю, семечки лузгать какие-нибудь, да, и даже не общаться ни с кем, то потом даже чуть-чуть мозги уменьшились, и все, до свидания, в желтый дом. Ну, а на ранних этапах можно прокачивать, причем на очень ранних этапах. Ну, вот, допустим, чудесные исследования обучаемости плода, которые проводились во Франции, где делали томографию мозга детей, которые еще не родились. Что любопытно. Ну, для меня вечная загадка, как это технически было сделано, то есть, ну, как бы замерить активность мозга еще, ладно, там какой-то хитрый томограф там сделали, да, но как убедили мамаш беременных, да, на поздних этапах залезть в этот самый томограф и замерять активность мозга детей этих самых нерожденных, вот это как бы героизм практически. Но, значит, в чем суть? Во Франции много всякого разного народу. И в том числе есть франко-говорящие, а есть арабо-говорящие, которых там много. Ну, и смотрели, как детишки реагируют на, как бы, разные звуки. Ну, в частности, та-та-та. Там звук такой произносился, ну, специально был выбран как такой нейтральный, который как бы ни о чем. И, стало быть, вот когда этот та-та-та повторяется, ну, если вникать, как бы, да, в эти все штуки, ну, вот особенно верхний график показательный, то вот те, которые уже слышали, начинают по-другому в последующих экспериментах это дело обрабатывать. Ну, и у них активность мозга прямо бодренько, как бы, активируется. И становится, ну, тут в каждом такой вот ряду мозгов, да, верхние, это, собственно, вот обученные, нижние, контрольные, которые никогда этого не слышали. И получается, что те, которые уже слышали, они лучше, как бы, это распознают и фактически уже распознают речь, а они еще не родились. Ну, а по сути продолжение этого эксперимента, это уже родившиеся детишки, которые вот эти самые арабы и франкоговорящие, слышали, собственно, речь. И получилось, это, да, это детишки шесть часов после рождения. То есть вот они еще ничего практически не делали, да, только-только родились. Опять же, личная загадка, как, в общем, этих мамаш убедили только что родившихся детей отдать на опыты, на зверские. Вот, но тем не менее убедили. И получается, что те детишки, которые родились во франкоговорящей семье, они французскую речь воспринимают как речь. То есть их мозг, там, в своей зоне верники, обрабатывает эту речь как речь. А арабский язык обрабатывает как просто некий звук. Ну, там, птички поют. У арабоязычных логичным образом все наоборот. Арабскую речь воспринимают как речь, а французскую как не речь. А были еще и билингвы, у которых родители на том-другом языке говорят. И у них как бы оба языка воспринимали как речь, ну, а какую-нибудь там другую приводили проще звуки как просто звуки. То есть получается, что ребенок учится говорить, строго говоря, еще сильно до рождения. И на момент рождения у него уже в голове куча связей на эту тему существует. Хотя очевидно, что сам он заговорит еще спустя там пару лет, на самом деле. Ну, там, в лучшем случае, там полтора года, да, там самые одаренные. Но нормально сильно-сильно позже. Ну, и ясно, что звук в этом смысле лучше всего, потому что, ну, он до ребенка вообще в каком-то виде доходит. То есть там свет не особо сквозь живот доходит, да, там какие-нибудь прикосновения тоже, там, в принципе, там матка, жидкость. Ну, вот, а звуки-то вполне себе. И поэтому мораль практическая, хорошо бы ребенка начинать учить как можно раньше. Ну, перестараться тут практически нереально, на самом деле. Но чем больше ребенок будет слышать еще до рождения, тем лучше. Ну, а в последующем показано, что если ребенок вот много слышит всякого разного в раннем детстве, когда он еще не говорит, то лучше будет учиться, потом в последующем и говорить, и читать, и там иностранные языки уже какие-то другие учить, там все такое прочее. Ну, а если он будет в депривации и в раннем возрасте, вот этом, да, еще там не родившимся, или только что родившимся, и попозже, то будет хуже, очевидным образом. Вот, поэтому давайте детишкам слушать всякое полезное, интересное, приятное. Вот, да, это будет как бы хорошо. А если не давать, то будет нехорошо. Вот, ну, по умолчанию родители как бы нормальные должны быть, да, и они между собой общаются, там что-то произносят, говорят. Тем более, по умолчанию люди живут коллективами, и ребенок всегда слышит какую-то речь. Ну, когда наши предки тусовались там где-то в этой саванне, да, африканской, они болтали без остановки. Ну, в тот момент, когда научились там какие-то эти первые хомо, судя по тому, как это делают современные там диковатые народы, кроме там, я не знаю, момента, когда они там ползут где-нибудь на охоте там за добычей. Ну, вот, и то еще в это время тоже могут говорить, только там какие-нибудь бушмены там на щелкающем языке, которые зверями не воспринимаются как речь, а людьми-то вполне распознается. Ну, вот, так что наше общение это ведущий наш, опять же, признак такой родоспецифический, и неспроста он формируется еще вот опять же до рождения. Ну, в последующем, стало быть, разные формы поведения соответствуют разным уровням как бы эволюции. Ну, для начала пищевое поисковое поведение. По умолчанию мы должны питаться. Для этого у нас есть, в частности, промежуточный мозг. Ну, и в таком более широком смысле олимпическая система, но про это я еще скажу. И вот, скажем, промежуточная гипоталамическая область, да, этого самого промежуточного мозга включает в себя всяческие ядра, скажем, латеральные серобугорные ядра, которые при стимуляции вызывают аппетит, а при разрушении, ну, на людях такого не делали, а на крысах делали, вызывают отсутствие аппетита. Ну, вот на крысах там тыкают иголкой вот самое ядро серобугорное, и крыса отсутствует, и у нее аппетит, перестает жрать, и становятся стройные крысы, что характерно. Ну, если кто-то уже задумался как бы себе там потыкать, чтобы, не знаю, похудеть, например, не промахнитесь, потому что рядышком находится вентромедиальное ядро, которое действует строго обратно, и вот если его разрушить, то возникает необоримый голод, и такая крыса, ну, опять же, на крысах делали эксперименты, начинает жрать как не в себя. Что характерно, в обоих случаях потом это все выравнивается, ну, потому что не только эти ядра этим занимаются, очевидным образом, там много чего, но так весьма характерно восстанавливается. Вот когда отсутствует аппетит, да, в конце концов, крыса все-таки не помирает с голода, она начинает есть. Но вначале ест все самое вкусненькое, потом начинает есть нормальную еду, но не пьет при этом, а потом начинает уже есть и пить, но на меньшем уровне потребления, чем до повреждения. Ну, и при противоположном нарушении тоже как бы не так ест, чтобы, порваться пополам, да, треснуть, ну вот, а все-таки начинает регулировать свое питание, но на большем уровне потребления, нежели вот до повреждения. Ну, а кроме того, очевидно, у нас для регуляции вот этого пищевого поведения есть еще и другие центры, ну там, не знаю, механика желудка, допустим, просто банально, да, там всякие рецепторы в стенках желудка, или самое-то главное новая кора, то есть сознание, новая кора конечного мозга, которой тоже можно все это регулировать. Вот, она, правда, действует недолго и как бы не очень надежно, но можно напрячься немножко, ну вот, например, я, да, на своем примере всегда лучше всего показывать, в возрасте, там, старше 40 лет обнаруживал, что я начинаю толстеть. Ну, для меня это крайне нехарактерно, я как бы всю жизнь я средником был, а тут я прям почувствовал, что стал набирать вес и, ну, как бы неудобно, я на шнурки завязываю, да, наклоняюсь, уже пузико мешает. Вот, я постановил себе, что я в столовую на биофайке, допустим, захожу и хочу вот то, то и то, но беру в два раза меньше, чем мне вот хочется. И оно таки работает, я перестал толстеть, ну, там, в зависимости, понятно, там, от нагрузок и всего остального, да, это еще работает, но тем не менее. То есть, сознанием можно это регулировать, вот, поэтому, там, салатся, что там кость широкая, да, там еще что-нибудь такое, ну, в некоторых случаях, там, гормональные какие-то нарушения бывают, понятное дело, но это скорее исключение, на самом деле. То есть, в большинстве случаев можно немножко, как бы, захотеть и что-то адекватное сделать. Ну, а наша прошлая жизнь, такая вот ископаемая, со времен, там, каких-то пургатурисов, да, если там не раньше, постановила в наших мозгах некоторые-таки непреложные истины. Ну, первое, все, что есть, надо съесть. Это, как бы, очевидно, потому что, с одной стороны, да, есть первобытное изобилие, и первобытный человек жил в условиях, когда все время что-то есть там, да, пожрать, вот, но иногда бывает голодуха, поэтому срочно надо съесть все, потому что неизвестно, завтра будет, как бы, еда, не будет, вот, но в любом случае, надо будет куда-то за ней бежать. Все съесть надо, прежде всего, сладенькое, потому что очень долгое время мы были фруктоядными и питались плодами, там, нектаром, соком каким-нибудь, да, там, смолой, вот, где сахара, ну, кстати говоря, тропические фрукты содержат мало сахаров, на самом деле, это не наши северные, и поэтому надо сожрать как можно больше этих фруктов, там, много воды, много там волокон всяких, растительных, там, солиозы какой-нибудь, вот, поэтому, чем более сладкое, тем лучше, ну, в итоге, это лукается, как бы, не очень здорово, ну, все, что есть, надо съесть, реализуется в виде ожирения, да, то, что все сладкое в диабете каком-нибудь, там, кариесе, поэтому минусы тут, конечно, имеются, ну, потому что мы живем уже не как эти пургаториусы, или там, осимесы какие-нибудь, ну, все съеденное, понятное дело, надо в виде жировых запасов запасти, вот, это уже такая же механика, и, как бы, нормально человеку толстеть, то есть, это естественное состояние человека, его потолстение, ну, опять же, в первобытном обществе это никогда не могло реализоваться, нормально, потому что они все время двигались непрерывно, их там кто-то гонял обязательно хищный, да, там, кто сильно растолстел, его там съедали быстрее, ну, вот, потому что он вкусный, ну, и кто бы ему столько дал, вообще, в принципе, а, теперь у нас есть магазин 24 на 7, холодильник, лампочка мигает призывно, да, где-то в темноте там кухни, ну, вот, и, как бы, вот, режим неэлементированный, раньше там солнышко зашло, все, до свидания, как бы заснул, а теперь солнышко зашло, а лампочка горит, и уже так хочется что-нибудь съесть, ну, опять же, стрессы, как бы, да, на которые все ссылаются, ну, опять же, для этого нам дан разум, то есть надо критически, как бы, соображать, может быть, не надо все-таки столько, вот, ну, из того, что, как бы, надо съесть, надо первым делом рассмотреть, и срочно запихать в рот все красное, блестящее, потому что, ну, либо это насекомые, ну, а мы насекомоядными были, там, половину своей истории, на самом деле, у нас даже ферменты есть для переваривания хитина, а вторую половину мы были фруктоядные, вот, ну, и фрукты тоже, как правило, они какие-нибудь там красные, оранжевые, там, да, вся эта земляника, там, что угодно, поэтому надо рассмотреть, сожрать, ну, что, опять же, дети реализуют по полной программе, то есть, если ребенку дать что-нибудь маленькое, кругленькое, красненькое, блестящее, он тоже запихает это в рот, скорее всего, ну, вначале разглядит, а потом запихает, вот, поэтому не надо им давать что-то такое маленькое, что они могут проглотить, ну, несъедобное, вот, или большое должно быть, чтобы откусить, не могли заглотать, вот, либо, ну, съедобное, чтобы оно было, но, это уже вопрос поискового поведения и любопытства, то есть, это уже не просто какой-нибудь там, да, таламус, а это уже работа новой коры конечного мозга, потому что насекомые могут быть ядовитые, и они же красные, это сплошь и ряда бывают ядовитые на самом деле, да и фрукты тоже бывают несъедобные, вот, поэтому надо вначале поинтересоваться, и этим интересовались еще там первые приматы на уровне там какого-нибудь Пругаториуса, опять же, да, там Саданиуса какого-нибудь, вот, и мы продолжаем это делать, вот, а косвенным образом это выливается в то, что мы вообще в принципе любопытны, ну, вот вы здесь, да, появились, потому что любопытны, потому что хочется что-нибудь новенькое узнать прикольное, ну, а даже если не совсем новенькое, да, вообще ничего-то вы из этого наверняка и так знали, тем более эту лекцию уже там не один раз читал, может уже смотрели где-нибудь в интернете, но все равно как бы еще разок как бы подтвердить, да, и в голове еще разок это дело обновить, это приятно, вот, ну, и, кстати, лучшей рекламой будет что-нибудь там, большой красный круг, допустим, да, вот тогда вы точно прибежите на лекцию, где будет там на рекламе такое нарисовано, потому что это маркер, на который мы нацелены, ну, и поисковое поведение в итоге косвенным образом вливается в то, что мы ищем не только съедобное, а просто всякое прикольное, какие-то необычности, какие-то странности, ну, когда человек идет по улице, да, и видит какие-нибудь там прикольные камушки, стекляшки, я не знаю, там монетки, там все что угодно, вот, но опять же, если красненькое, то это будет лучше всего, ну, на следующем уровне, уже на переходе от промежуточного мозга к конечному мозгу, в нашем мозге запихана такая большая, разветвленная лимбическая система, лимбическая система, включая в себя много всяких элементов, вот тут они перечислены, и занимаются тремя основными вещами, это обоняние, эмоции и память, и эта система возникла, ну, как минимум у рептилий каких-нибудь, когда у них там новая кара, еще в принципе только-только начинала формироваться, и строго говоря у рептилий ее нормально-то и нету, но какие-то зачатки там имеются, вот, а у нас она такая по полной программе, и у всех млекопитающих она есть, это очень важная штука, то есть вообще, первое поведение у млекопитающих, да, да, даже и более ранних там существ, это эмоциональное поведение, что, кстати, противоречит убеждению многих людей, что там эмоции, это сугубо человеческая фишка, вот, на самом деле строго наоборот, мышление сугубо человеческая фишка, а эмоции есть даже у рыбок, если вы в аквариуме, да, там рыбки у вас живут, и постучитесь по стеклу, то рыбки испугаются и будут прыгать зад-вперед, это потому что у них эмоции, они испугались, ну, страх, это самая такая примитивная эмоция, вот, ну, и там какие-то еще, да, там радости, когда что-нибудь нашли, там, еду, представителя противоположного пола, да, ну, сразу там бурная радость, вот, ну, и там еще какие-нибудь эмоции, ну, и эти эмоции у нас очень тесно завязаны именно на обонянии, потому что, ну, как минимум, там, с конца триаса мы имели ведущий орган чувства, это обоняние, мы нюхали все, у нас в последующем обоняние просело, и на фоне других млекопитающих мы микросматики, но связь-то сохранилась на самом деле, и для того, чтобы этим потом оперировать в течение жизни, хорошо бы иметь какую-никакую память, ну, для начала краткосрочную, которая, собственно, хранится в гиппокампе, а в последующем уже и долгосрочную, которая хранится в новой коре, ну, если там какая-нибудь землеройка, там, этой новой коры небогатая, ну, хотя она тоже есть, даже у утконоса есть, а у нас там богато, у нас, как бы, там, килограммы, вот, поэтому, ну, там, поменьше килограмм, ну, много, короче говоря, и поэтому все эти вещи тесно-тесно между собой взаимосвязаны, что имеет, опять же, практический выход, если вы хотите что-то запомнить, то хорошо бы проассоциировать это либо с обонением, либо с эмоциями, ну, а эмоции сами по себе автоматически ассоциируются с обонением, вот, и все это на автомате происходит, ну, почему, собственно, во всех своих этих лекциях, да, я использую что-то такое эмоциональное, какие-нибудь красивые картиночки, например, и шуточки всякие отпускаю, потому что, если бы я все то же самое вещал занудно, там, бу-бу-бу-бу-бу, вот, лимбическая система, в ней морской конек, зубчатая извилина, свойчатая извилина, еще бы плотинь замутил, вот, то все бы тут повесились и ничего бы не запомнили, потому что эмоции это никаких не вызывает, вот, мы не компьютеры, вот, компьютер может без всяких эмоций все запомнить, а мы не можем, у нас через эмоции это происходит, потому что у зверюшек только так, как бы, да, вот, она там испугалась, и больше туда не сунется, потому что была мощная эмоция, там, обрадовалась, и будет туда лезть безостановочная, потому что, опять же, богатые эмоции, вот, ну, и, собственно, кричащий способ это дело просоцировать, как я сказал уже с обонянием, например, классический эксперимент, когда есть студенты, ну, допустим, вы, да, и им задается стишок на запоминание, там, воркалось, экстракт роз, можно что угодно нюхать, хоть там портянки дедушкины, но розы прикольнее были, потом в оригинальном эксперименте розы были, потом, стало быть, ночью, после вот этого дела, когда человек спит, происходит перезаписывание из краткосрочной памяти из гиппокампа, вот, который там фиолетовенький такой на картиночке, в долгосрочную, в новой коре, и в это время, хорошо бы, опять же, эту ассоциацию в голове создать, и ночью этим студентам, экспериментируемым, ставилась эссенция розовая, тоже там на столик, или там какая-то ватная марлевая повязка там на лицо одевалась, что-то такое, а потом, стало быть, когда через две недели эти самые студенты вспоминают этот самый стишок, вспоминают кое-как, понятное дело, вот, но контроль в принципе кое-как, а те, которые нюхали вот эти самые розы, если нюхают кое-как, а если нюхают, то вспоминают гораздо лучше, потому что у них процессировался вот этот вот запах роз с этим самым стишком, ну, при этом важно нюхать, строго говоря, три раза, это в момент запоминания, в момент ночи, вот следующий, когда перезапись идет в долгосрочную память, и в момент вспоминания, потому что если в момент вспоминания вы ничего не понюхаете, то ассоциация не сработает, как бы, она не реализуется, вот, но в принципе можно, и тоже важно, что этот самый запах должен быть какой-то довольно специфический, то есть не какой попало, а какой-то вот специфический, потому что, ну, если он обычный какой-то, рядовой, бытовой, то он у вас уже ассоциирован, там, бог знает с чем, да, и вот не конкретно с этой информацией, но студентам я все время рекомендую, только обычно они забывают про это дело, и уже на экзамене кое-как вспоминают, но бывают исключения, и можно также ассоциировать память с эмоциями, ну, например, ребенок в детстве гулял по лужку, да, было все прекрасно, теплая погода, мухи не кусали, и ему дали еще, к тому же, мороженое, и в последующем, стало быть, он, как бы, через, там, 20 лет, 40 лет, нюхает ромашки, да, и у него улучшается настроение, потому что 40 лет назад, или, там, 20 лет назад, вот запах ромашек проассоциировался с тем, что все было зашибись, а другой ребенок на этом же поле подскользнулся и упал мордой в грязь, вот, и тот же самый запах ромашек у него ассоциируется с чем-то ужасным, и через, там, 40 лет он будет нюхать ромашки, у него будет ухудшаться настроение, вот, поэтому, кстати говоря, в обратную сторону, если вдруг у вас улучшилось или ухудшилось настроение как-то самопроизвольное, непонятное, может быть, дело в том, что на вас навеяло какой-то запах, и какая-то вот такая ассоциация возникла, ну, понятно, что это может быть не только с запахом, там, много с чем еще, но с запахом самое прочное, потому что это еще вот в Стреасе было, самое древнее, и через вот эти структуры все это дело происходит, ну, вот, морской конек, гиппокамп, это самый такой центр, височная доля у нас находится. На последующем уровне у нас проявляется любопытство, любопытство лучше всего изучено вот на макаках, например, когда макака сажается в камеру, там есть окошечко, она начинает рычажок, нажимает рычажок и может заглянуть в соседнюю камеру, и оказывается, что самое неинтересное вот на последнем месте это пустая камера, ну, один раз посмотрел, а там ничего нет, неинтересно. На втором, предпоследнем, вернее, месте пища, что любопытно, интереснее, чем пища, это электрический поезд, катающийся, ну, вот это прикольно, ну, тут вопрос еще, конечно, насколько сытая обезьяна, но тем не менее, а самое интересное на первом месте это другая обезьяна, это вообще офигенно, когда вот пообщаться, это важнее, чем еда, и это у макаки, которая совсем простая, у человека-то и подавно, то есть общение, наш ведущий, как бы способ вообще бытия, и даже у макаки это так. Ну, на следующем уровне, стало быть, это обучение, ну, вот замечательный пример с макаками и бататами. В Японии живут такие макаки японские, рядом с термальными источниками, их изучают, ну, детстве им там не особо некуда от этих источников, и однажды низкоранговая самка уронила батат в воду, и обнаружила, что в мытом состоянии, он гораздо вкуснее, на самом-то деле, здорово, и стала целенаправленно мыть бататы. У нее научился ее детеныш, у этого детеныша научились другие детеныши, у этих других детенышей научились другие взрослые, и вот эта традиция распространилась по всей группе этих самых макак. Вот, что любопытно, среди взрослых распространялось от низкоранговых особей к высокоранговым особям. То есть, вначале научились всякие нищеброды, потому что им хоть как-то жизнь себе облегчить хочется, да, а высокоранговые до последнего ничего не меняли, потому что вот никто не мыл бататы, все было зашибись, и я был высокоранговый, и нефига мыть бататы, не надо мыть бататы, все было хорошо, вот, а вот каждый начнет быть бататой, еще неизвестно, что там будет. Ну, а низкоранговые, как бы, да, ну, хотя бы бататы будут не скрипеть на зубах, и то приятно. Вот, так что, это на макаках всегда нагляднее, потому что с ними попроще, как бы, да, у них потребностей меньше и форм поведения. На человеке, ну, все сложнее, понятное дело. Но, чтобы понять, чем человек, собственно, отличается от обезьяны, можно сравнить человека с шимпанзе, ну, особенно, когда параллельно выращивают ребенка и шимпанзенка, и смотреть, что получается. Ну, для начала поведение реализуется через подражание, и у шимпанзе практически только через подражание. То есть, детеныш смотрит, как, допустим, взрослая шимпанзе колет орехи камнями и делает примерно так же. Буквально два раза зафиксированная ситуация, когда самка шимпанзе целенаправленно показывала, как колоть эти самые орехи, и вот показывала пальцем, да, вот так надо делать. А у человека есть целенаправленное обучение, ну, вот в данный момент мы этим, в частности, занимаемся, и нормальные родители с детства целенаправленно учат. У человека это выражается в реализации указующего жеста, который у маленького еще совсем ребенка, который еще не говорит, вполне себе функционирует. И ребенок склонен это использовать. Ну, совсем маленький, там, новорожденный, если ему пальцем что-то показывать, он будет на палец смотреть, но уже там месяцев с трех, там, пяти-шести, он прям показывает сам и понимает, когда ему показывают. Шимпанзе не понимают за редчайшими, там, исключениями, когда их там учить уже надо, тогда, да, можно научить, в принципе, их указующему жесту, но это прям сильно напрячься. А в природе они не делают никогда. Ну, у них руки, это они же и ноги, в общем, да, они заняты просто передвижением. Вот, а человек на это прямо нацелен. Самостоятельность у шимпанзе гораздо больше, на самом деле. Есть прекрасный эксперимент с ящиком. Вот там на картиночке, да, делается ящик с кучей всяких задвижечек, запоров, там, каких-то крючочков. И смотрят, как, значит, это все дело открывается. Ну, детишки, да, и шимпанзятки смотрят, а экспериментатор им показывает. Вот здесь надо крючочек откинуть, задвижечку передвинуть, да, ящик открыть, там вкусняшка, как бы достаем конфетку. Но секрет заключается в том, что половина этих телодвижений, всех этих крючочков, задвижек, они не нужны, на самом деле. Можно просто открыть ящик и достать конфетку. И ничего там не двигать. Но при этом шимпанзе довольно быстро соображает, что вот это все лишние телодвижения, можно просто открыть. Тут вопрос, как бы, то ли шимпанзе более склонно экспериментировать, в отличие от человека, то ли шимпанзе меньше запоминает и больше отвлекается и просто забывает про вот это вот все, что надо сделать, да, и быстрее как бы забивает, а просто открывает. Но по факту, как бы, довольно быстро приходит к самостоятельному решению. А ребенок, он будет целенаправленно все это дело повторять. Более того, если другой экспериментатор потом заходит и говорит, знаешь, вот это все можно не делать, а просто открой да достань. Многие дети, ну не все тоже понятно, но многие говорят, нет, а мне дядя сказал, что надо вот задвижечку подвинуть, я буду подвигать задвижечку, вот, а без этого никак. Вот, и у многих людей такое поведение до конца жизни таки работает. Вот ему раз в жизни там сказали что-то, да, и все, он будет как робот до конца это делать. Вот, ну и может показаться, что человек в этом смысле немножко как бы туповат на фоне шимпанзе, а на самом деле это как бы очень хорошее свойство, потому что у шимпанзе получается обучение происходит через личный опыт, а он может быть фатальный, на самом деле, он может быть негативный, человек может помереть, ну или там шимпанзе, да, в процессе вот такого открытия, если он что-то такое пытается сам делать, а родители по умолчанию ничего плохого советовать не будут, ну как бы нормальные родители хотят счастливого будущего этому своему ребенку, поэтому они будут смотреть, чтобы ребенок был как бы нормальный, здоровый, адекватный, и посоветуют все только по хорошее, приятное, и хорошо бы, чтобы ребенок в точности повторял вот этот алгоритм действий, тем более у нас есть сложная система передачи информации, ну и мы гораздо более, с одной стороны, соревновательные, с другой стороны, гораздо больше склонны сотрудничать, нежели шимпанзе, шимпанзе, они как правило не соревнуются, им наплевать, да, что там другое делать, главное, чтобы ему было, они эгоистичные, и крайне не склонны к сотрудничеству, ну их можно в такое условие поставить, но тоже крайне показательно, допустим, делается решетка, да, вот так вот, и через нее перекидывается веревка, вот с вашей стороны сидят обезьянки, да, с моей стороны лежит вкусняшка, и вот эта веревка, перекинутая через еду, может быть подтянута вот с той стороны, и вкусняшку можно к себе подтянуть, но решетка развинута настолько широко, чтобы вот эти два конца, ну как бы одной шимпанзе не могла их ухватить сразу за два конца и подтянуть, и одна шимпанзе может здесь тянуть, другая здесь, ну чтобы подтянуть вкусняшку и шимпанзе очень быстро соображают, что надо действовать сообща, даже более того, когда одна уже смекнула в чем секрет, а вторая заходит необучаемая, ну не обученная в смысле, первая ей очень быстро объясняет, там трудно сказать как, но очень быстро доводит до ума, что вот надо вот эту веревку схватить, я буду здесь тянуть, и будем вместе тянуть, и подтянем вкусняшку, вот, они сообща действуют, да, сотрудничают, но только до тех пор, пока вкусняшка не оказывается в зоне достижения руки а когда вот уже можно протянуть руку сквозь решетку они на перегонки бросаются и кто быстрее ухватит а дальше уже не делится никогда а человек может поделиться то есть соображают да вот мы вдвоем это сделали значит надо пополам разделить и даже маленькие детишки они вот такое чувство справедливости в голове имеют свои ну на следующем уровне есть игры и тренировки то есть понятно что игры и тренировки есть и узи брят и у котят и там у кого угодно там я подозреваю даже у ежиков что-нибудь такое есть ну и даже без позвоночные осьминоги могут играть например а обезьяны могут играть даже между особами разных видов как вот здесь да там шампанзенок и павионок взрослые между собой обычно конфликтуют а детишки то очень даже играют и игра понятное дело исходная имеет цель просто тренировки ну допустим зебры да они там кусают друг друга зубами и там лягаются котята друг друга хватают за шею ну чтобы там придушить добычу то есть да как бы результаты это понятно не доводится такого взрослого но как бы тренировка идет а человеческое обучение отличается тем что мы в первом приближении делаем все то же самое но как бы нелинейно вот хитрее и первые зачатки этого есть у опять же шимпанзе вот допустим шимпанзе могут играть палочками куклами причем что замечательно куклами играют только девочки шимпанзе а мальчики не играют вот палочки сами по себе произвольные довольно там какие-то куски коры ветки да но они таскаются с ними целый день там ноги держат все время с ними ходят и самое важное что на ночь укладывают в гнездышко то есть они делают специально такое спальное место для этой палочки туда кладут как в колобелечку а утром берут и весь день потом таскаются с ней вот то есть это уже наделение неживой природы признаками жизни когда шимпанзе может спроектировать представление о живых организмах да на неживой объект это уже человеческое поведение но у человека и подавно когда появляются игрушки вот самые древние возникают как минимум в среднем палеолите ну а может даже в нижнем палеолите на уровне какого-нибудь этого ашеля но здесь примеры рубиум которые такие же как взрослые только маленькие вот ну и более позднее время в модлине допустим да вот там тоже изделия такие же как взрослые маленькие игрушки вертушки это уже такая абстракция следы ног пещере где играли мячиком то есть когда тоже вроде бы тренировка но вот игрушка она как бы уже не тренировка да просто как бы прикольная вещь тут эта штука должна крутиться и кстати в исходной версии презентации она вертелась таки но добрые какие-то эти дизайнеры все поменяли вот она по идее должна вертеться и там на двух сторонах серна двигает как бы ножками там с одной стороны с вытянутым другой подтянутыми ну и уже на совсем как бы конечном этапе у нас есть прямо вот обучение обучение которое происходит через авторитетность и тут крайне любопытно что исходное понятие авторитета она у нас строго обезьяне то есть кто такой авторитет это старший индивид ну желательно чтобы это был самец понятное дело пожилого возраста потому что если он пожилой значит он прожил долгую жизнь его никто не съел он сам хорошо питался и ну как бы это уже доказательство того что он все знает как надо то есть вот если он старый толстый седой да потому что если он до седины дожил и там до лысины какой-нибудь на и все это прямо здорово борода у него должна быть большая желательно тоже признак старости вот ну значит как бы он все знает сто процентов вот в идеальном варианте до старые пузатые седой седой бородой но и при этом лысый ну не у всех весь набор как бы реализуется да вот я например уже немножко седой и бывает бородатый иногда но как бы слишком тощий и как-то вот на пожилой возраст все как бы явно не выгляжу ну по крайней мере хочу верить в это но лобедян тоже самое вот там там знатные допустим рангутаун да еще там с кожными всякими мозолями с бородину с бородинью горилла седоспинный самец у которого седая спина и вот сразу видно что он авторитет вот но у человека такой момент что часто учителями являются индивиды которые по всем параметрам диаметрально обратны которые не седые и не бородатые и не массивные да этом без надброви и вообще как бы вот все не так но фишка в том что у человека обучение оно двухстороннее строго говоря есть учитель а есть ученик и задача ученика учиться на самом деле есть такой тезис учительский что ничему нельзя научить но чему угодно можно научиться поэтому если ученик критически соображает что да вот это допустим учительница да произвольная она как бы вот не альфа самец явно да там все долгасы там бородатый вот но если у нее есть знания а ему нужны знания то значит у нее надо учиться. У нее будет авторитет. Тем более, что не только бородатостью и лысиной все это может достигаться, а и какими-то другими вещами. Той же речью, взглядом и всем таким остальным. Но в среднем люди продолжают мыслить, как обезьянки по-прежнему. И все то же самое у нас в голове работает. Поэтому есть эксперименты, что, например, бородатый учитель в школе лучше выдает результат. У него ученики лучше оценки получают, да, и они больше, правда, знают, на олимпиадах выигрывают, нежели там конверсильные учительницы. То есть вот эти обезьянки, как бы наши прошлые, как бы все настройки, они работают по полной программе. Но зависят от ученика. Поэтому когда вы чему-то учитесь, в первом приближении, да, будет стереотип, что должен быть кто-то бородатый и лысый, но у себя в голове можно включать сознательно, что нет, я не обезьянка, я уже человек, я хомо сапиенс, поэтому надо посмотреть, этот человек действительно что-то знает или не знает. А ведь может быть такое, что он, да, бородатый, лысый, там, пузатый, но не знает нифига. Я вообще уже в старческом маразме на самом деле и какую-то фигню говорит. Ну и проблема в том, что по умолчанию учителя это родители, которые, как я сказал, всего хорошего только хотят. А на практике в современности сплошь и рядом ребенок учится черт знает у кого. И у человека, да, который вообще не заинтересован в обучении этого ребенка и какую-то свою там цель корыстную преследует. Или не корыстный, просто дурак, как бы там, что угодно может быть. Вот, а настройки у ребенка все те же самые, и он постигает. Ну, отсюда тезис возникает, что плохому легче учиться. Ну, на самом деле, не плохому легче учиться, но плохому тоже легко учиться. Ну, тем более, что ему легче учиться, действительно, в какой-то степени, потому что не надо многие там связи выстраивать, а какие попало. Ну, и мораль, собственно, из этого такова, что учитесь, так, а, ну, видимо, это последний слайд, и, собственно, учитесь, учите детишек, учитывайте при этом наше эволюционное прошлое. Оно до сих пор над нами давлеет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ